МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О работе госавтоинспекции Магнитогорска в этом направлении и мерах, предпринимаемых для снижения числа аварийности с участием детей и подростков, мы сегодня поговорим с начальником отделения пропаганды госавтоинспекции Магнитогорска, майором полиции Федором Геннадьевичем Сумароковским. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, Федор Геннадьевич, давайте начнем с того, что проблема вот этого детского травматизма на дорогах, она стоит не первый год остро, и вы в этом направлении делаете огромную работу. Что на сегодня? Какова на сегодняшний день ситуация? Сегодня ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом, давайте назовем ее более-менее стабильной, потому что основным является это несколько показателей, то есть категория дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, то есть либо это по неосторожности самих ребятишек, либо это их участие в качестве травмированных, но по другим причинам, в том числе и отсутствие и родительского контроля, ну и, безусловно, к сожалению, можно говорить о том, что все-таки это и нарушение правил дорожного движения водителей в том числе. Вообще август, сентябрь всегда очень сложный. Ну, все возвращаются, да. Он по обыкновению, то есть навыки теряются у детей, родители немножко тоже, скажем так, первые дни чуть-чуть не могут сориентироваться, вот, и здесь очень важным является, с одной стороны, это правило поведения, это безопасный маршрут в школу, вот, все-таки вот семь дорожных транспортных происшествий и в прошлом году, и в этом году, они зарегистрированы на пешеходных переходах. Уже вот на начало года? Это на начало года, это, нет, это не с первого сентября, а это с начала 2015 года. Детей вроде как мы научили, создаются условия безопасного движения, вот сейчас в соответствии... Да, вот я хотела бы сказать, как вы к новому учебному году приготовились? Я смотрю, что территория перед школами организована, вот, подъездной путь, он прям по всем правилам, да? Вот это очень важно, это огромная работа муниципалитета, безусловно, и вместе с нами, то есть это согласование схем, это согласование того объема необходимого труда, который должен был быть подготовлен, то есть это обновление разметки, это обновление знаков, это пешеходные переходы, это серьезные бюджетные вложения. Осталось за малым, то есть строго выполнять эти требования. Ну вот помимо того, что территорию перед школой организовали, как со школами вы сотрудничаете? Что вот с школами, с детскими садами? На протяжении двух лет принята программа, она адаптированная для Челябинской области, ну, в первую очередь мы берем программу обучения для города Магнитогорска, то есть это те самые 10 часов необходимые, минимальные, которые нужны в педагогической деятельности. Наука правила дорожного движения достаточно скучная для восприятия. Давайте согласимся, это педагогический момент, все мы прекрасно это знаем. И вот в этом моменте очень важна поддержка родителей. То есть если родители воспринимают, если это запрещающий сигнал светофора, и обращаемый на это внимание и поведение родителей само по себе, оно адекватная ситуация, будем уверены, ребенок лишний раз никуда не побежит, не сорвется. А дети какого возраста чаще всего попадают в ДТП? А вот здесь, конечно, есть. Конечно, есть. Знаете, это тоже обыкновенное психологическое наблюдение. То есть те, которые у нас ребятишки чаще всего по собственной неосторожности попадают, это категория от 9 до 12 лет, то есть они уже как будто взрослые, то есть как будто они уже умеют, как будто они всему научились. И старшие школьники в возрасте от 14 до 16 лет. И надо отметить, что это все-таки девочки в первую очередь, но девочка в 14 лет это уже практически взрослый человек, как они о себе думают. И понятно, что вот в этот вот период детей надо поддерживать обязательно. А девочки почему? Какой-то психологический момент? Психологический момент. Идут, мечтают, отвлекаются. Мечтают. Уже, конечно, само по себе восприятие девочки, оно себя другое. То есть если она идет по пешеходному переходу, наверное, на какой сигнал светофора вряд ли заметно, вот как она идет. А что с транспортом, который развозит детей по экскурсиям, по различным мероприятиям? Как вот в этом вопросе? Те транспортные средства, которые детей перевозят на организованные экскурсии, мероприятия, это отдельная категория транспортных средств автобусов, в первую очередь, которые прошли проверку. Это отдельная категория водителей, которые наиболее подготовлены. Ну, родители могут быть спокойны, да, если отправляют на экскурсию ребятишек? Да, и вот огромное спасибо, что вы подсказали. Иногда у нас родители сами проявляют инициативу. Здесь дорого, а вот это вот подешевле. Да вот подумаешь, да оно бы, может быть, и мог бы с ним. Но вот когда ничего не происходит. Понятно. Ну вот еще раз вернемся. Все-таки большинство трагедий случается по вине взрослых. Это вот когда пассажиры дети. Вот еще раз, что вот опять же в тех автомобилях? Сейчас очень много детей передвигается с родителями в автомобилях. Пристегнуты, не пристегнуты, кресла. Что вот с этим делать? В последнее время необходимо очень положительно отметить огромное количество родителей, которые используют детские удерживающие устройства. Был свидетелем тому, что раньше были разговоры, ну вот как, вот с рождения, вот он маленький ребеночек, он должен быть на руках. При всем уважении к счастью материнства и родительских этих чувств, однако 70% гарантия сохранения жизни в результате дорожного транспортного происшествия, если ребенок новорожденный находится именно в люльке, вот он останется жив. Вот это является самым важным. Штрафы суровые, неприятно, понятно, торопимся, спешим, надо всегда. Друзья, ну вот когда ничего не происходит, оно бы действительно может быть и было бы, и пусть бы оно бы так и было, но сейчас очень плотные транспортные потоки, поэтому столкновения вероятны, и детей надо беречь. Самим пристегиваются ремнями обязательно. Мы детей научили передвигаться по пешеходным переходам. Главная трагедия на сегодняшний день для города Магнитогорска – это наезды на пешеходов в зонах нерегулированных пешеходных переходов, в том числе и на детей. Вот важным являются периоды времени с 7 до 9 часов утра, непосредственно близость от образовательных учреждений, минимальная скорость движения. Но они дети, их научили. Плюс еще наши родители, которые настаивают, не проблема. По пешеходному переходу смело, тоже неправильно. И даже на пешеходном переходе категорически не настаивать на переходе, когда приближается транспорт, и уже видно, что водитель не в состоянии остановиться. Ответственность водителей – это другая. Он за себя ответит, безусловно. Но избежать вот эту конфликтную ситуацию на самом деле действительно возможно. Поэтому обращение к водителям, уважаемые водители, пожалуйста, утренние часы с 13 до 15 часов окончания дневной смены, начало второй смены, вот непосредственная близость от образовательных учреждений, пожалуйста, минимальная скорость для движения. И обращаем внимание на поведение детей. Все мы родом из детства, и первый раз, конечно, на перекресток мы выходим с мамой, с папой. Первый путь до детского сада прокладываем вместе с ними. И вот сегодня утром мы обсуждаем такой вопрос, чему нас научили родители. Я решила вам тоже задать такой вопрос. Давайте немножко отступим от темы воспоминания. Было время, когда мы с папой и на рыбалку ездили на велосипеде. И точно сейчас скажу, прежде чем куда-то поехать, он научил меня, какие жесты велосипедисты должны быть. Это вот, я, это даже вот было без упоминания, что где-то кто-то там нас милиционер какой-то, каким-то образом. Нет, вот для него это было принципиальным. Вот это для меня, это вот по правилам дорожного движения. А все остальное, конечно, это действительно быть честным, трудолюбивым, не обманывать и не использовать ситуацию в корыстных целях. То есть вот как-то вот таким вот образом. Пожалуйста, уважаемые телезрители, уважаемые родители, объясните своим ребятишкам, что нарушение ПДД ведет к тяжелым травмам, к смерти. И не стоит, наверное, все-таки рисковать ни своей жизнью, ни жизнью тех, кто тебя окружает. Сегодня утром в этой серьезной проблеме нашего общества мы говорили с начальником отделения пропаганды, госавтоинспекции, городом Интогорском, майором полиции Федором Геннадьевичем Сумаруковским. Спасибо вам, Федор Геннадьевич, за эту интересную и познавательную беседу. Спасибо. В выходные вы отправитесь со своим чадом на прогулку. Пусть она станет полезной для него и для вас. Вспомните о правилах дорожного движения. Основные причины – это и наезды на нерегулируемых пешеходных переходах, ну и также вина детей. То есть переход проезжей части дороги в неустановленном для перехода месте. Виноваты в ДТП не только пьяные и безответственные водители, а искренне любящие своих чад родителям. Когда мама или папа за руку сознательно ведет своего ребенка не по пешеходному переходу, допустим, а там где-то удобно. Конечно, не все родители столь преступно безответственны и учат своих отпрысков правилам дорожного движения чуть ли не с пеленок. Трамвай обходи спереди, автобус сзади. Посмотри, загорелся зеленый глазик светофора. Значит, можно идти и надежно держит руку малыша в своей. Дитя подрастает, эстафету дорожной безопасности подхватывает школа. Есть в программе уроки выживания в городских джунглях. Работу, которую проводят сотрудники ГИБДД, она дает свои положительные результаты. Снижается и количество травмированных дорожно-транспортных происшествий детей. Ежемесячно сотрудники ГИБДД приходят в образовательные учреждения и проводят беседы, проводят линейки общешкольные, конкурсы всевозможные. То есть мероприятие таким образом приобщает детей и к изучению правил дорожного движения, чтобы им было интересно не просто какое-то заучивание, а на каком-то примере, экскурсии могут быть. Но даже если в школе уроки дорожной безопасности проводятся завидно регулярностью, малыш с бойкостью отвечает на все каверзные вопросы, но при этом, переходя дорогу, вы никогда не выпускаете его руку из своей – это неправильно. Необходимо давать ребенку самостоятельность, только самостоятельность должна быть строго дозированной. Сначала просто отпустите его руку и понаблюдайте, как он будет вести себя. Корректируйте по ходу его ошибки. Голова налево, направо, теперь стоп, это еще не все, теперь вокруг своей оси. Даже если горит зеленый сигнал светофора, это еще ни о чем не говорит, ведь бывают водители, которые едут и на красный. Родителям нужно разработать маршрут безопасный ребенку. То есть вместе взять его за руку и от дома до школы пройти по этому маршруту, показывая ребенку все опасные участки на дороге. Но самое главное, чтобы этот маршрут был как можно более безопаснее. То есть не обязательно, чтобы он был коротким, пусть он будет длиннее, но он будет безопаснее. Показать все знаки дорожного движения. Желательно, чтобы, допустим, попадались на пути ребенка только регулируемые пешеходные переходы. Ребенок чувствует себя уверенно, значит настала пора отправиться в самостоятельный пешеходный переход. Родительское сердце готово выпрыгнуть из груди от страха. Как же он там один на один? А вот возьмите и проверьте. Превратитесь в экзаменатора-невидимку. Разбегаемся в разные стороны, а на самом деле, что ни на есть самым гнусным образом шпионим. Если вы строго следовали нашим рекомендациям, экзамен будет сдан на отлично, а значит все возможное для безопасности своего чада вы уже сделали. Помните, родители, и школьные уроки, и все ваши старания пропадут даром, если вы хотя бы один раз на глазах у своего малыша рванете на красный сигнал светофора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова